Я просто постоянно занятия по медицине провожу, у меня в этом плане опыта много. Там, на передке, когда были, у меня во взводе, к сожалению, 5 трехсотых. Вот, вот, фу, без двухсотых. Я соседям помогал. Штиль у нас был 37-я, Бурятск. У них за три дня 6 трехсотых и 3 двухсотых. Там без комментариев. Те, которые были двухсотые, там двоих можно было спасти. Но, к примеру, одному вкололи промедол при ранении головы, скончался, а второй просто уже не дотянул. По поводу аптечки, опять же, она должна быть эшелонированная. То есть, к примеру, на бронежилете или на той же вот самой разгрузке, которая вот тут у меня поясная, должна быть первый эшелон. Там первые необходимые средства. Это турникет, это жгут, это ИПП. Лучше какой-нибудь советский, советский, потому что, ну я объясню, почему дальше. ИПП. Индивидуальный перевязочный пакет. Ножницы. Ножницы, которыми можно будет взять и, к примеру, разрезать ткань, бушлат и все остальное, чтобы наложить, к примеру, тот же самый ИПП. Там находится военный промедол, это противошоковое средство. Либо я советую, я сам закупался, разговаривал со специалистами, есть замена ему. Она по времени действует меньше. То есть, к примеру, тот же самый промедол действует 30 до 40 минут. И действие он начинается где-то минут через 5. У него действие начинается минуты через 3, но действует он меньше, 20 минут. Это 3 ампула. Димекситозол, кетарол, деклофенак. 3 препарата. Смешиваешь их, раз, два, три, все. И вкалываешь в здоровую конечность. К примеру, если у тебя левая повреждена рука, можешь в любую, в любую, в принципе. Главное, чтобы она целая была. В мышце. Да, потому что, соответственно, здесь ты будешь накладывать жгут, либо тот же самый турникет. Это первый эшелон. Второй будет посложнее, потому что идут следующие ранения. Ранения, к примеру, живота, глаз, легких. В легкие нужен для предотвращения пневмоторакса. Это когда тебе пробило легкое, ты дышишь, излишний воздух входит. Когда выдыхаешь, он остается в грудной клетке. Ну, то есть человек просто задыхается там. Образуется вот такой мешок. И он чем больше дышит, тем сильнее задыхается. Легкие схлопываются. То есть есть специальный такой... А, ну, открой. Такой желтоватой упаковки будет. Чуть впереди. Не-не-не, это гемостатическая губка. Я тоже про нее. Не, она такая... Сейчас, погоди. Ее оторвать просто можно. Вот она. Во. Честил. Ну, в чем суть? Она тоже самая. Вот это ранение идет. Оторвал. Наложил на грудь. Все. Человек дышит. Клапан закрывает ранение само. Дырку. Выдыхает. А излишний воздух выходит. Это именно если покупать такое. Ему может быть замена. Вот индивидуальный перевязочный пакет, если советский идет, то внутри он такой прорезиненный. Тебе нужно помимо всего вот этого еще, к примеру, во втором эшелоне иметь какой-нибудь армированный скотч. Необычный скотч, потому что ты когда начнешь накладывать на рану, она шкарова точит, кровь. Но скотч, понятное дело, он размывается, не крепится. Армированный вообще наплевать. Все. И накладываешь его буквой П. Человек дыхает, все, клапан закрылся. Также бывает двухсторонний пневмотор. Это значит, если ранение сквозное. Также сейчас зимний период, холодно, нужно иметь с собой одеяло. Термо. Термоодеяло. Да, термоодеяль. Такое быстро накладывается. Смысл человеку холодно, к примеру. Да даже не так холодно. Я же сказал, нужно будет разрывать одежду, чтобы взять и, к примеру, наложить ИПП. А рука-то, она помимо того, что ты перекрыл кровоток, ты все перекрыл, она у тебя начинает отсыхать. Потихоньку омертлеть, потому что кровь не поступает. Все. Твоя задача просто в этот момент наложить правильное ИПП и остановить кровотечение. А потом отпускать, разжимать. Если кровь идет, опять зажимать. Итак, сделай так, чтобы отмертвления ткани не было. Чтобы потом тебе не взяли, к примеру, и ногу не отрезали по самые яйца. Ну, извините за мой французский. Помимо этого, очень хорошее средство. Я так человеку жизнь спас. Это гемостатическая губка. Гемостатик. Доставал такая, она желтенькая. Есть маленькая, есть большая. А в чем суть? Скручиваешь, и этот процесс называется тампонирование. То есть оно либо делается обычным бинтом, но его много нужно, там, метр, можно сказать. Ты прям берешь, скручиваешь его и пихаешь его в рану со всей дури, чтобы человек орал. Потому что по-другому вообще никак не получится. Там пусть его кто-то держит. Вот. И замена ему очень хорошая. Это гемостатическая губка, либо порошок такой же. То есть ты ее засовываешь в рану, он, помимо губка, потому что она впитывает и расширяется сама, у нее еще вещество внутри есть, которое останавливает кровь. И все, ранение по сути своей, оно как бы предотвращено. Был случай, мы когда выходили с того берега, человеку так же бояться жизнь спас. Мы его к награде сейчас пытаемся прибить. Да, да, вот оно. Не-не-не, это губка именно. Губка именно. А есть гипоглос, вроде он так называется. Слушай, а говорят, ну можно тампон засовывать? Тампон у меня тоже тампон есть с собой. Тампон тоже хорошая вещь. В принципе, по медицине, по жгутам. Сейчас как бы не говорили, то что эсмарка, он уродский, он ненужный, он, блин, рвется. Сейчас зима, человек много на себя накидывает. То же самое бушлат, потом курт какая-нибудь, потом еще флисовое белье, потом нательное белье, матрешка. Нужно в этот момент понимать, что, к примеру, альфу, вот есть он такой желтоватый, ее не хватит. Он у меня вот есть. Я с собой ношу постоянно. Помимо того, что ты эшелонирован, нужно иметь при себе как минимум этих жгутов три. Два, к примеру, турникета в первом эшелоне один, во втором эшелоне. И по карманам разбить, к примеру, жгуты. Ну, всякое бывает. С тебя могут, к примеру, взять, снять. Вот этот крепкий, не нравится. Он у меня еще с высокопольного такого, с направления этого высокополя. Так мы еще в костырке были, стояли. Ну и самое главное, это быт. Быт-жмыт, как мы его называем. Это все начиная от обезболивающих и заканчивая таблетками. Ну, извините, опять же за мой французский, от поноса. Здорово. По медицине, наверное, я что-то не сказал, но по большей части это все. Спасибо. Это самое главное. Спасибо.